Здравствуйте! Меня зовут Лили Ивановна Прихожая. Я преподаватель в Уфеуни-Канте, преподаю я немецкий язык, но защищала диссертацию по зарубежной литературе по Фридриху Гёльдерлену благодаря Елене Владимировне. Уже год как занимаюсь с Паулем Целаном, нисколечко не жалею. Надеюсь, я сегодня расскажу вам о нём, и вам тоже будет интересно. Вместе со мной Мария, студентка четвёртого курса филологии. Мария, кроме того, что умница-красавица, она ещё занималась в театральном кружке, и, соответственно, вы сами понимаете, что стихи сегодня на русском языке будет читать Мария. Многие читатели Пауля Целана и специалисты, которые изучают его стихи, переводят его стихи, повторяют одно и то же. Мы не можем понять его стихи, особенно при первом прочтении. И так и должно быть. Каждый специалист, который когда-либо обращался к Целану, признаётся именно в этом. Мы не понимаем с первого раза его стихи. Его стихи непонятны нам по первой причине, то, что очень много в этих стихах слов, которые придумал сам Целан, которых не найдёте ни в одном словаре, а второе, то, что его стихи герметические. Что значит герметические стихи? Это стихи, которые невозможно пересказать, в них нет повествовательности. И, кроме того, в этих стихах слова, которые употребляют поэты, они зачастую обозначают совсем другое, не то, что принято среди нас обычных людей. И Ольга Седокова, это самый известный переводчик Целана в нашей стране, тоже говорит о том, что ей трудно было понять Целана, и очень трудно было начать его переводить. И помогло ей то, что она впервые услышала, как читает стихи сам Целан. И только тогда она смогла уже попасть в мелодику этого языка. Язык Целана очень-очень музыкальный. И даже если вы тоже будете читать и не понимать стихи, то мой вам совет – отнеситесь как к музыкальному произведению. И тогда вы попадете в этот ритм, и, может быть, откроется стих заново. Также Майкл Хамбургер – это американский переводчик Целана. Он пишет, что уже переведя стихи Целана, он остается с чувством, что он не понял их до конца. Это свойство заключено в стихах Целана, и так и должно быть. Моя история, как я поняла эти стихи, еще раз говорю, благодаря Елене Владимировне, я читала, читала, первое мое впечатление был ужас. Просто ужас, потому что это стихи о войне, о страданиях еврейского народа во Второй мировой войне. Но кроме всего прочего, я очень глубоко религиозный человек, и меня ужаснуло то, как он обращается к Богу. Он называет его «никто», «ничто», «ну, в лучшем случае, Господь». Как человек, который в литературоведении новичок, я понимала, что это не просто так. Не может быть это просто богохульством. Надо докопаться, разобрать, почему же такое обращение к Богу. И благодаря исследованиям, просто кропотливому изучению литературы, я открыла для себя, что это нормально. И сегодня я вам расскажу, почему же это нормально, такое обращение к Богу. Пауль Целан, его настоящее имя – Пауль Анчель. А Целан – это анаграмма от румынской фамилии Анчель. То есть анаграмма – это когда мы переставляем слоги, буквы, и получается совершенно новое слово. Родился Пауль Целан 23 ноября 1920 года в Черновицах, Румынии. А погиб 20 апреля 1970 года в Париже, покончив жизнь самоубийством, бросившись в Сену, в реку Сену. До этого он был 10 лет психически больным. Лечился неоднократно в клиниках. Вот такой печальный конец. Хочу вам прочитать, насколько Целан сегодня важен. Сегодня повсеместная целонизация. Все изучают Целана, все интересуются им. Пауль Целан считается одним из самых значительных немецкоязычных послевоенных поэтов. По утверждению целоноведа Петра Госсенса, влияние Целана на мировую литературу может быть сравнимо лишь только с Гёте, Гёльдерлином или Кавкой. А другой современный исследователь пишет о значимости Целана. Сегодня он один из самых переводимых после Рильки поэтов. Его поэтические книги вышли на 32 языках мира. И самый исследуемый после Кавки немецкоязычный писатель. Уже существует более 200 монографий, посвященных Целану. Наследие Целана – это 800 стихотворений, которые изданы в 10 сборниках. Но Пауль Целан также делал переводы стихов на немецкий язык. Существует 31 стихотворный перевод с румынского, английского, французского, русского и еврита. Также важным литературным наследием являются его переписки с известными писателями, поэтами, например, поэтессой Ингеборге Бахман или писателем Макс Фришем. Для того, чтобы лучше понять творчество Целана, обязательно нужно коснуться биографии. И, как писал Петер Сонди, близко знавший Целана, он указывал на то, что читатель не сможет понять многие его стихотворения без знания конкретных обстоятельств жизни или переживаний поэта, которые легли в основу его стихов. Анчели принадлежат к немецкоязычным евреям Буковины. Буковина постоянно переходила из одного государства в другое. С 1877 года она принадлежала Австрии. Вот отсюда Целан знает так много языков. Он жил в таком месте, где говорили на многих языках. В 1918 она стала частью Румынии. В июне 1940 года советские войска заняли Буковину, и черновидцы стали черновцами городом Украинской СССР. С 28 июня 1940 года целый год по 22 июня 1941 года, год, ровно год, Целан имел советское гражданство. Это, получается, наш с вами соотечественник. После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года семья Пауля Целана и Анчели не эвакуировались. В черновцы вошли румынские и немецкие войска. В первые несколько дней оккупации они сожгли городскую синагогу и убили около трех тысяч евреев. Около трех тысяч евреев. Остальные евреи были согнаны в гетто. 27 июня родители Пауля Анчеля депортировали в лагерь. Пауля Целана в этот момент не была дома. Интересно, что со дня смерти Пауля Целана прошло всего 54 года, но уже сейчас мы не можем знать правдивую историю, что произошло там. Только история депортации родителей Пауля Целана имеет три версии, которые я хотела бы сейчас озвучить. Согласно исследованиям Крафт, Пауля спрятался на косметической фабрике после неудачной попытки убедить своих родителей уйти в подполье. Якобы его мать, Фрицы, по имени Фрицы, сказала, что мы не можем уйти от судьбы, и таким образом она отказалась уходить из дома. И когда на следующее утро пришел Пауля Целана домой, уже никого не было. По другим свидетельствам, именно родители Пауля Целана убедили его, чтобы он переночевал еще где-то, в другом месте, ну а наутро уже дом был пуст. За 10 лет до смерти Пауля Целана в 1960 году он рассказывает эту историю уже еще по-другому. Как якобы нацисты арестовали его вместе с родителями, он держал отца за руку через колючую проволоку, пока их не разлучил охранник. Биограф Целана Джон Фелстинер считает вот эту последнюю историю неправдоподобной, противоречащей другим свидетельствам депортации в семье Анчели. Существование различных версий объясняется тем, что Пауль Целан уже к этому времени был глубоко болен. Поэтому существует огромное количество версий, только одного факта из его судьбы. Осенью 1942 года Пауль Целан получает письмо от своей матери, сообщавшее, что отец Лео умер в концлагере Атифа в Михайловке. А спустя несколько месяцев он узнал, что фрица была расстреляна в лагере, как непригодная к труду. И в июле 1942 года депортируют самого Пауля Целана, его отправляют в трудовой лагерь Теберэшти. Там условия были помягче, поэтому в 1944 году он был освобожден и вернулся в Черновице. К этому периоду вот это все, что произошло в его судьбе, вот этот эпизод, который я так подробно рассказала, очень сильно повлиял на творчество этого поэта. В принципе, каждое стихотворение пронизано вот этой трагедией. И первое стихотворение, которое я хотела бы с вами почитать и рассмотреть, это «Черные хлопья» или по-немецки «Шварцев локен». Это письмо, где описывается, как сын получает письмо матери о гибели отца. Сейчас я вам почитаю его на немецком, но мы сегодня будем слушать с вами стихи, которые читает сам Пауль Целан. Это тоже очень важно, я объясню чуть попозже, почему. Итак, Schnee ist gefallen, lichtlos. Ein Mond ist es schon oder zwei, dass der Herbst unter mönchischer Kute. Botschaft brachte auch mir ein Blatt aus ukrainischen Halden. Denk, dass es wintert auch hier zum tausendsten Mal, nun im Land, wo der breiteste Strom fließt. Jakobs himmlisches Blut, wenn er da jetzt von Äxten, o Eis von unirdischen Röte, es wartet ihr Hetman mit allem, Trost in die finsternden Sohnen, Kind, ach, ein Tuch, mich zu fühlen da rein, wenn es blinket von Helmen, wenn die Schole die rösige Bierst, wenn Schneeig stäubt das Gebein, deines Vaters unter der Hufen zerknirscht das Lied von der Zeder. Schöneige Blut, Schöneige Blut, Славленная топорами. О, лёд неземной красноты, Их гетман бредёт с казаками В меркнущих солнцах. Дитя, ах, платок, чтоб закутаться мне, Когда шлемы сверкают, Когда эта глыба розовая трещит, Когда снежную пылью Рассыпается скелет твоего отца, Растоптана копытами Песнь о кедрах. К этому же периоду относится Самое известное стихотворение Пауля Цилана «Фуга смерти». Это стихотворение, датированное 1945 годом. Это стихотворение нам важно Очень рассмотреть по нескольким причинам. Первое – это, во-первых, Самое известное произведение Цилана. Второе – в этом произведении Оно сдождится на библейском мотиве. Сейчас мы с вами это рассмотрим. И третье – на примере этого стихотворения Можно увидеть, насколько литературоведы, Мы и поэты не понимаем друг друга, Не слышим друг друга. Как мы можем грубо причинить боль Людям, которые с тонкой душой, С тонкой натурой. Вот я сейчас это все приведу в примерах. Машенька, а можем мы почитать, да, Еще раз эту стихотворение «Фуга смерти»? «Фуга смерти» Черное молоко рассвета, мы пьем тебя ночью, Мы пьем тебя утром и в полдень, Мы пьем вечерами. В том доме живет господин, Он играет со змеями, пишет. Он пишет, когда стемнеет в Германию. О, золотые косы твои, Маргарита, Пепельные твои, суламифь! Мы роем могилу в воздушном пространстве, Там тесно не будет. Он требует, глубже врезайте лопату В земные угодья, эй, там, одному, А другому играйте и пойте. Он шарит железо на поясе, Он им машет, глаза у него голубые, Черное молоко рассвета, Мы пьем тебя ночью, Мы пьем тебя в полдень и утром, Мы пьем вечерами, пьем и пьем. В том доме живет господин, О, твои золотые волосы, Маргарита, Пепельные твои, суламифь! Он играет со змеями, пишет. Он требует, слаще играйте мне смерть. Смерть — это немецкий учитель. Он требует, темней удаляйте по струнам, Потом вы подниметесь в небо, как дым. Там в облаках вам найдется могила, Там тесно не будет. Черное молоко рассвета, Мы пьем тебя ночью, Мы пьем тебя в полдень, Смерть — это немецкий учитель. Мы пьем тебя вечерами и утром, Пьем и пьем. Смерть — это немецкий учитель, Глаза у него голубые. Он целит. Свинцовая пуля тебя не упустит. Он целит отлично. Он на нас выпускает своих волкодавов. Он нам дарит могилу в воздушном пространстве. Он играет со змеями и размышляет. Смерть — это немецкий учитель. Золотые косы твои, Маргарита, Пепельные твои, Суланифи. Спасибо большое. Литература Веды утверждает, что структура стихотворения напоминает принцип музыкальной композиции фуги. Как голоса в музыкальной фуге, так же и голоса в стихотворении противопоставляются друг другу. Мы — евреи, жертвы. Он — немецкий учитель, обвиняемость фигура. В стихотворении мы наталкиваемся на полифонию, многоголосие, трагический ритм разобщенных голосов. Узники и нацисты, бесправные жертвы и опьяненные властью насильники. Но не только этот принцип музыкальный, но еще один литературоведы откопали в этом стихотворении, который используется в стихотворении, он называется «Модуляцией». Могила в воздушном пространстве видоизменяется в могилу в земле, после чего становится дымом в небе, потом могила в облаках и вновь могила в пространстве. Этот принцип называется «Модуляцией» и он схож с принципом музыкального произведения. Однако сам Целан отрицал, что это произведение творил по музыкальным принципам. Название «Фуга смерти» он дал гораздо позже. Первоначальность названия у этого стихотворения была «Танго смерти». Начинается стихотворение со зловещей метафоры «Чёрное молоко рассвета». Эта метафора является оксюмароном. Существительное молоко – это положительно окрашенный образ, но уже предлагательное «чёрное» отменяет наши положительные ожидания и превращает молоко в противоположность. «Молоко» здесь приводит к гибели, молоко – смерти. 36 стихотворений произведения делятся на 4 части. Каждый начинается с лейтмотива «Чёрное молоко рассвета». И эта метафора скрепляет, как нормальная скобка стихотворения. Появляются эти метафоры как минимум 4 раза и варьируются с разными временными наречиями «Вечером, в полдень, утром, ночью». В своих «Чёрновиках» Пауль Целан, когда он писал речь на вручение премия Георга Бюхнера, он в своих «Чёрновиках» писал, что святворение прежде всего относится к действительности. Цитата. «Чёрное молоко рассвета – это не метафора родительного падежа, как было показано нам нашими так называемыми критиками. Это больше не фигура речи или оксюмарон. Это действительность». Пауль Целан очень обижался на то, что мы ищем что-то там музыкальное, что его произведение нужно как музыкальное произведение слушать. Он хотел донести очень чёткую и ясную мысль, беду, трагедию. Литературоведы всё время видели что-то своё. И эту метафору «Чёрное молоко» он нашёл в газете, в самой обыкновенной газете, где писалось о процессе в Освенциме. Йозеф Клер, кузник Освенцима, выступал на суде и говорил, «Моё молоко было чёрным». При этом он хотел сказать, что он доставал молоко нелегально. В немецком языке есть, например, такое выражение «шварцарбейтен», работать нелегально. Вот это «шварц» обозначает нечто нелегальное. И это действительность, это действительное событие. Однако, видите, что литературоведы видят там нечто своё, но от Целана было очень важно, чтобы читатель знал, что он описывает действительность. Фуга смерти относится к стихотворной традиции пляски смерти. Исследователь Дитер Лампинг считает танцевальный мотив стихотворения ранее сформированным в «Песне песни». И вот она связь этого стихотворения с библейскими мотивами. «Песня песни» – это часть Торры, часть Ветхого Завета. Наряду с мотивами имени, волос и танца, мотивы молока, золота и питья можно найти в Библии. Таким образом, «Песня песни» – это не только источник фуги смерти, это также её оригинал. И, как сказал один из литературоведов, это контрафакт Библии. Золото, являющееся в «Песне песни» чертой Соломона и Сулами в стихотворении принадлежит Маргарите, немецкой девушке. Изменения мотива ведут здесь и к изменению жанра. Библейская песнь любви превращается в реквием. Но вот как раз именно с этим Целан был очень согласен. Он писал в письме Кингеборг Бахман о своём желании написать реквием для своей матери, убитой в немецком концлагере. «Ты знаешь, нет, знала раньше, а потому должна теперь вспомнить, что фуга смерти для меня, помимо прочего, вот что, надгробная надпись и могила. У моей мамы тоже есть только эта могила». Большинство стихотворений своему концу исчерпывает свою образность, но не это стихотворение. Фуга смерти завершается изображением библейской Суламифи из песни «Песни Ветхого Завета». Пепельные косы Суламифи – это образ еврейских жертв Холокоста. Противопоставление двух женщин Седовласой Суламифи и Златовласой Маргариты в стихотворении Целана, как правило, интерпретируется как обвинение. Женские образы вступают в контраст. Они не имеют между собой ничего общего. По словам Джона Фелстинера, немецкие и еврейские идеалы не могут существовать рядом. Исследователь Бук усматривает заключительные страха стихотворения разногласия культур, диссонанс вместо гармонии. Последнее слово остается за Суламифью. После заключительного взгляда ее ставшие пепельные волосы воцаряется молчание. И вот видите, пепельный твой Суламиф. Чувствуете молчание? Действительно молчание, задуматься надо. Основной темой, как вы уже поняли, из этих двух стихотворений уже понятно, что основной темой произведения Целана в послевоенное время – это описание страданий еврейского народа. свою израненность, чувство израненности, в котором он жил, он пытается воплотить в своих стихотворениях, перенести на свои стихи. Но и при таком погружении в тему войны невозможно избежать темы Бога. Как раз на войне мы все вспоминаем о Боге. Поэтому и так близка тема Бога в стихах Пауля Целана. Но еще не только поэтому, есть еще две причины. Целановед Нестеров отмечает, что у него и образование такое, он получил особое образование. Это связано с особым начальным образованием, которое получил Пауль Целан, три года ходивший в еврейскую начальную школу Сафа-Иврия, где преподавание евриты, языка Писания было неразрывно связано с изучением Торы и комментариев к ней. Начальная школа, три года он изучал Тору. Естественно, как никто другой, он знал хорошо библейские мотивы. Ну и кроме всего прочего, как третья причина, почему он обращается к теме Бога, Пауль Целан относится к высоко образованным людям своего времени. По словам лидературоведа Яценко, он, хранящий в своей ментальности громадные пласты мировой культуры. Мог ли в таком случае поэт обойти тему Бога и, разумеется, страстей Христовых, являющихся одним из глубинных пластов и кругольных камней мировой культуры? Нет. Ну и к произведениям Целана, в котором мы будем рассматривать библейский мотив, следует отнести в первую очередь стихотворение о Холокосте Тенебрае из сборника «Решетка языка». Оно написано от лица евреев, находящихся в газовой камере. Название стихотворения переводится с латинского языка как «Тьма» и отсылает читателя к отрывку из Евангелия от Матфея, согласно которому время распятия Иисуса Христа от шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. По словам Ханса Георга Гадамира, можно не сомневаться в том, что стихотворение не было бы названо так, если бы не отсылало ко всей традиции страстей Христовых, включая ветхозаветные плачи. Для творчества Целана характерен прием цитирования. Он часто заимствует строку у известных авторов и вступает как бы с ними в диалог. Это его излюбленный метод. Он таким образом обозначает свою точку зрения на высказанную другими поэтами или писателем мысль. Использование приема цитирования своих произведений – это дискуссия поэта с интересными ему мыслителями. Целан цитирует многих Кавку, Брехта, Гёльдерлина, Гейне, братьев Гримм, Данте и, ну, конечно же, книгу книг «Библия». Стихотворение Теннебрая начинается с цитирования. Первые строки перефразируют стихотворение Фридриха Гёльдерлина «Патмос», но с противоположным смыслом. У Гёльдерлина «Близок Бог и непостижим, Где опасность, там, однако, и спасение. У героев Целана На Бога нет никакой надежды». Тьма Рядом мы, Господь, рядом, Рукой ухватишь. Уже ухвачено, Господь, Друг в друга вцепившись, Будто тело любого из нас Тело Твое, Господь. Молись, Господь, молись нам, Мы рядом. Криво шли мы туда, Мы шли, чтоб склониться Над лоханью и мертвым вулканом. Пить мы шли, Господь. Это было кровью. Это было тем, Что ты пролил, Господь. Она блестела. Твой образ ударил в глаза нам, Господь. Рот и глаза стояли открыто и пусто, Господь. Мы выпили это, Господь. Кровь и образ, который в крови был, Господь. Молись, Господь, мы рядом. Мы сейчас с вами обсудим именно одну из строчек этого стихотворения. Молись, Господь, молись нам. По совету своего друга, католического философа Отто Пеглера, Целан убрал при первой публикации вот эту строчку, потому что этот философ объяснил им, что эта строка богохульная. Однако позже при издании уже сборника «Решетка языка» он вернул эту строчку в это стихотворение. Ханс Георг Гадамер, который интерпретирует это стихотворение, попытался смехтить ситуацию. Он предложил свою интерпретацию этой строки. Гадамер считает, что по замыслу Целана евреи обращаются к распятому на кресте Иисусу, указывая, что сейчас он должен обращаться в молитве не к Богу, который не знает, что такое смерть, и потому недостижим, а к ним, евреям, потому что именно они, евреи, знают, что такое смерть и ее неизбежность. Действительно смягчает объяснение Ханса Георга Гадамера. И рассуждая на эту непростую тему, важно не забывать, что Целан не христианин. Перед нами характерный для иудеев диалог с Богом, как со своим, к тем, кто кровно с тобой связан. Поэт обращается к Богу Господь. Уже в самом обращении слышатся требования отчета. А так говорят с Богом пророки. В псалмах Давида мы можем найти такие обращения во звание. Ну, например, псалом 12. «Доколе, Господи, доколе будешь отвращать лицо твое от меня?» Или псалом 43. «Отдал ты нас, будто овец, на съедение, и среди язычников рассеял нас. Восстань, что опачил ты, Господи?» Чувствуете? Тот же тон, тот же требовательный тон. Целан укоренен в еврейской традиции общения с Богом, когда возносящий Мальвиту проявляет требовательность, жалуется и призывает Бога помочь ему. Ну и мне сейчас хотелось бы с вами больше поговорить о его приеме цитирования. Этот прием цитирования сыграл очень злую роль в судьбе Пауля Целана. Вернемся к тем стихам, которые мы уже с вами рассмотрели. «Фуга смерти» мы видим, что литературоведы называют ее контрафактом Библии, то есть базируются на цитатах из Библии. В Стенебрае мы встречаемся дважды с приемом цитирования. Сначала он цитирует Гёльдерлина, потом он цитирует, опирается на библейский сюжет, отсылая читателя к отрывку из Евангелия от Матфея. Целана настолько близок этот прием, что он подводит под него теорию, и возникает теоретическое обоснование под названием «Стихотворение как рукопожатие». В 1960 году он в письме к Хансу Бендеру писал, «Только правдивые руки могут писать стихи. Я не вижу принципиальной разницы между рукопожатием и стихотворением». Вот отсюда он берет цитаты из других стихотворений, и как рукопожатие продолжает диалог с ними. И если мы видели цитирование тех предыдущих стихотворений, которые мы с вами анализировали как часть стихотворения, то я хочу вам сейчас привести стихотворение Целана, которое полностью является ответом на стихотворение Бертольда Брехта, драматурга «Целан». «Листок, лишенный дерева для Бертольда Брехта. Что это за времена, когда разговор уже почти преступление, потому что он многое из того, что было сказано, подразумевает?» И сам Бертольд Брехт стихотворение называется «Потомком». «Что же это за времена, когда разговор о деревьях кажется преступлением, ибо в нем заключено молчание о зверствах?» В своем стихотворении Целан полемизирует со стихотворением Бертольда Брехта. Если Брехт называет преступлением разговор о деревьях, которые ведут вместо разговора о преступлениях нацизма, то Целан полемизирует с ним, показывая, что можно говорить о деревьях, или даже о их отсутствии, но самим фактом разговора напоминать о преступлениях. Ну и, как я уже вам ранее сказала, что цитирование, этот прием привел к катастрофе в судьбе Целана к делу Голя. В 50-х годах Клэр Голь неоднократно обвиняла Целана в плагиате стихов ее мужа Ивана Голя. Иван Голь и Клэр Голь – это граждане Франции. Сам Целан жил очень долгое время во Франции. Последние годы он жил во Франции. В августе 1953 года Клэр Голь отослала открытое письмо ряду немецких издателей и критиков, где обвиняла Целана в использовании в стихотворениях сборника «Маг и память» образов и цитат, якобы заимствованных из посмертного издания Голя. Обвинение в плагиате не имело под собой сколько-нибудь реальных обоснований. В ряде случаев вообще речь шла о тех стихотворениях, которые были опубликованы до знакомства Целана с Голями. В 1954 году, это получается год спустя, критик Курт Хохоф повторил обвинение в двух журнальных публикациях. Целан воспринял эту атаку очень болезненно. В публикациях на эту тему он усматривал отчетливый налет антисемитизма. В 1960 году, спустя семь лет, в апрельском номере мюнхенского литературного журнала «Баобуденпоэт» вышло открытое письмо Клэр Голи, кое-что неизвестное о Пауле Целана. В нем Клэр повторила свои обвинения в плагиате, добавила намек о том, что поэт выдумал трагическую легенду о гибели своих родителей, и также нелестно охарактеризовала неопубликованные переводы Целана стихов Ивана Голя. Письмо Голь было встречено почти единодушно возмущением. Публично на защиту Целана встали многие поэты и писатели. Немецкая академия языка и поэзии планировала вручить Целану премию Бюхнера. Она провела собственное расследование и подтвердила, что они будут вручать премию, потому что никакого плагиата не было обнаружено. Тем не менее, обвинения Клэр Голя нанесли серьезный удар по психическому здоровью Плауле Целана. Он видел в обвинении Голь продолжение традиции преследования евреев, приведших к Холокосту. Он считал, что война продолжается, только уже мирными путями. Майкл Эскин также указывает, что для Целана было очень болезненно, что обвинения проистекали из истории перевода стихов, за которые Целан взялся по просьбе больного Ивана Голя. Диалог Пауле Целана с другими поэтами был не только в его литературных произведениях, но и в его переводах. Перевод он рассматривал как форму диалога двух поэтов. И дело Голь причинило Целана еще потому боль, что защитники стали разбирать его стихи на цитаты, на слова, доказывая его правоту. Они не понимали сути поэта и поэзии. В поэзии... Поэзий считает, что в поэзии невозможно ни заимствование, ни плагиат. По Целану суть поэзии в том, что стихи невозможно не писать, они рождаются внутри поэта. Поэтому его защитники должны были заявить, мы не видим предмета для обсуждения. И как доказательство о том, что стихи невозможно сплагиатить, он говорит о том, что стихи обычно пишут на родном языке. Пауль Целан знал много языков, однако писал только на немецком языке. В августе 1962 года поэт писал своему другу Эриху Айнгорну. Литературные премии, которые мне вручались, не должны сбивать тебя с толку. Они в конечном счете служат лишь оправданием для тех, то, прикрываясь подобными алиби, другими современными средствами продолжают делать то, что начали еще при Гитлере. Обвинения Голь стали причиной прогрессированного психического расстройства у Целана во второй половине 60-х годов привело к нескольким нервным срывам, геспитализациям и гибели. Ну и прежде чем мы начнем рассматривать следующее стихотворение Псалом, я все-таки еще хочу вам рассказать о группе 47. И отношения Паула и Целана с другими поэтами, входящими в группу 47. В мае 1952 года Пауэль Целан приезжает впервые в Германию для участия в группе 47. Целан прочитал там несколько стихотворений, песню в пустыне, в Египте и еще почти неизвестную фугу смерти. Фелстинер замечает, что невосторженный прием Целана был предопределен. В группе 47 практиковалось открытое, нелицеприятное обсуждение только что прочитанного. А хорошим тоном для чтеца считалась монотонность и безэмоциональность, бу-бу-бу, надо было читать, от которых манера Целана была очень далека. Критик Вальтер Йенс вспоминал, что кто-то из присутствующих сравнил манеру чтения Целана с интонациями Геббельса. Сам поэт писал в письме к жене, что его голос, который, в отличие от других, не скользил равномерно сквозь слова, а часто замирал в медитациях, коим я не мог предаваться полностью от всей души. Так вот, такой голос надлежал во что бы то ни стало дискредитировать, дабы уши тех, кто привык читать только ежедневную прессу, не сохранили о нем воспоминания. В общем, те, кто не любил поэзию, а таких было большинство, остались мною недовольны. В конце вечера, когда дело дошло до голосования, только шесть человек вспомнили мое имя. А сейчас мы с вами послушаем стихотворение «Псалом», которое читает сам Пауль Целан. Еще раз напоминаю, что для многих переводчиков именно его чтение стихов помогло почувствовать эти стихи и что они смогли переводить. И второе, то что... Посмотрите, какая манера. Пауль Целан. Пауль Целан. Пауль Целан. Псалон. Некому вновь замесить нас Из перстей и глины, Некому заклясть нас наш прах, Некому. Слава тебе никто, Ради тебя мы хотим цвести, Тебе навстречу. Ничто были мы, и есть, И будем, и останемся, Расцветая. Ничего. Никому, роза, С ее пестиком Светло-сердечным, Тычинками небесно-пустыми, С красным венцом Пурпура-слова, Которое мы пели Поверх, о, поверх термий. Стихотворение называется «Псалом», И уже своим названием Стихотворение отсылает читателя К жанру словословия, Молитвенного песнопения. Библейские псалмы славят Господа. В псалмы традиционно включены Не только слова восхваления и смирения, Но и сетывания на жизнь, Как я уже вам приводила Примеры из псалмов Давида. Зоя Капельман, К статье сборнику «Опечатанный вагон», Полагает, что хотя псалом Пауля Целана И обращен к нему, К Богу, Он является поэту Своё отсутствие. Человек у Целана Подобен создателю, Поэтому, коль ему ничто, То и он, оказывается, никто. Мне кажется, Зоя Капельман тоже споткнулась, Но не поискала ответа, Что такого быть не может. Ей легче было принять Ту позицию, Что Пауль Целан потерял веру, Что он теперь уже неверующий человек. Исследователь связывает Позицию поэта с тем, Что его отношение к Богу И религии претерпело На протяжении его жизни изменения. Цитата. Я не знаю, Разуверился ли Целан в Боге, Но даже если так, Безбожие воспитаны В религиозной семье еврея Иное, чем мировоззрение Потомственного атеиста. Ставший безбожником И рекритикующий Свою религию еврей Всю жизнь полемизирует с Богом, Которого хочет И не умеет Вычеркнуть из картины мира. По Зои Капельман Здесь происходит борьба. Внутренняя борьба Пауля Целана Он пытается расстаться С тем багажом, Который он уже имеет. На наш взгляд, Алексея Маникто Возникает стихотворение В связи с религиозной традицией иудеев, Которое имя Бога Запрещено не только произносить, Но даже писать. Такой точки зрения Придержится и литературовед Яценко. Она пишет, В иудаизме никто, Бог, Он не может быть поименованным, Поэтому он обозначает Обобщающий безмерный никто, Который всегда с большой буквы И неизменной грамматической формы. Первая строка этого стихотворения Отсылает к мифу о сотворении человека. Цитата из Библии. «И создал Господь Бог человека Из праха земного, И вдунул в лице его духа не жизнь, И стал человек душою живою». Здесь возникает особая Целановская вечность. Земля, глина, прах. В оригинале пыль, а не прах. Как напоминание о том, Что человек вышел из этого вещества И в него же вернется. Со слов благодарности творцу Начинается вторая страфа стихотворения. В оригинале используется Классическая для псалмов Форма обращения к Богу. Благословен будь. В переводе «Слава тебе никто». В последующих строках «Ради тебя мы хотим цвести тебе навстречу» Целан славит создателя. Образ цветения человека во имя Бога Усиливает чувство благодарности создателям. Однако наречие «Эндгеген» В конце страфы Оно стоит отдельной строкой. Тем самым открывает чертателю двойной смысл. В немецком языке «Эндгеген» Имеет два значения Вопреки и навстречу. И хотя на первый план Выходит смысл навстречу Благодаря и перевод Ольги Седоковой это подтверждает «Ради тебя мы хотим цвести тебе навстречу» Все же в подтекте Скрыто сохранен смысл вопреки. Мы цветем вопреки униженности и страданиям. В подтексте стиха Мы сталкиваемся с сетываниями поэта на жизнь. А подтекст у Целана Означает продолжение смысла. В данном случае подтекст Дань уважения привычному умолчанию О себе еврейского народа Его естественной речевой фигуре Умоления себя ради возвеличивания Бога. Таким образом, благодаря многозначности слова «Эндгеген» здесь соединяются смыслы Прославлений и одновременно сетывания на Бога. Третья строка стихотворения. В третьей строке читателю предъявлена загадка Авторские неологизмы «Ди нихц, ди ним антрозе». Но «Ди нихц» – ничто Расшифровывается самим поэтом чуть позже В следующей строке. «Блюен» здесь переводится как «цвести», «расцветая». И в оригинале они разорваны многоточием И наглядно показывают нам о том, Как происходит становление человека, Как происходит становление ничто. А неологизм не монтрозы Объединяет в себе и творца, и творение. Человек – это роза для него. И хотя автор утверждает, Что человек есть и остается ничем, Но написание этих двух слов с большой буквы, А все существительные в немецком языке Пишутся с большой буквы, Уравнивает эти слова в грамматическом плане И тем самым уравнивается Статус создателя и его созданием. Особый смысл словни Несет описание розы. Цвет у нее красный, как у крови. Последнее предложение стихотворения В дословном переводе – Пурпурное слово, которое мы пели над шипами. Неизбежно вызывает ассоциацию, Связанную с раной сердцем. Пели страдая и пели о страданиях. В описании розы слышен плач Над страданием и над судьбой еврейского народа. Выводы критиков по поводу этого стихотворения Противоположны. Например, лисерутровед Яценко утверждает Псалом – катарсис победности духов, Трагедия страданий и унижения. Катарсис трагедии. Согласно другой устоявшейся трактовке, Стихотворение Целана поражает безысходностью. Эта молитва звучит как плач, Как выражение отчаянное. Псалом является выражением Крайне трагическим мировосприятием. По моему мнению, Псалом – это и хвала Богу, И плач о судьбе еврейского народа, Но также победная песнь Духу, сумевшего выставить в страданиях. Ну и Еще мы с вами рассмотрим Сегодня последнее стихотворение Многие литературы называют Это стихотворение Последним завершающим творчество Целана, Поскольку оно является Тем стихотворением, Который сам Целан Собирал последний сборник Бремя света Он сам подготовил Это стихотворение Публикацием. «Вирк не вораус, Сенди не aus, Стех hereин, Дюрдрымген вон ничц, Ледичь ален Гебец, Файнфюгий, Нахда воршрифт, Уберролбар, Немь ихди ауф, Стат алер Руе». «Не действуй наперед, Не действуй наперед, Не посылай во мне, Стой внутрь, Проникнутый основой Ничто, Налегке, Без всякой молитвы, Чуткий, По предписанию Непревзойденно, Я приму тебя Вместо любого покоя». Сейчас я вам прочитаю анализ этого стихотворения. Пришлось докапываться до смысла. Не все так сразу понятно. Интересно, что в результате этой работы родилась статья, которая была опубликована в очень весомом сборнике Московского государственного университета. И именно по поводу этого стихотворения у нас есть фидбэк. Мне вернули мою статью с просьбой доработать именно как раз это стихотворение. Анализ к этому стихотворению «Вертний фураус». Но я нисколечко не стала переделывать, потому что нельзя опираться на комментарии стихотворения. Как я вам процитирую чуть позже белорусец, это один из переводчиков еще Целана, он как раз дает советы, как читать Целана. Вот он говорит, ни в коем случае не опирайтесь на комментарии, попытайтесь войти в это стихотворение. И только тогда вы откроете Целана для себя самостоятельно. Это стихотворение требует усилия для своего толкования, прежде всего потому, что содержит много слов и словесных конструкций, которые придумал сам автор и которых вы не найдете ни в одном словаре. Например, «дурфдрюнгент», «проникнутые основы», «файнфюгих», «чутки», «зэнди них аус», «вирт них фураус», «штейх райн». Изобилие авторских слов и конструкций усложняет понимание произведения. Тем не менее, опираясь на лексику стихотворения, можно предположить, что источником является библейский мотив. И сначала мы отмечаем такие слова, как «гебет», «молитва», «нагдер форшрифт», «по предписанию». Обе части слова «форшрифт», «предписание» разделены дефисом и написаны с большой буквы. И это не случайно. Целан делает это намеренно, намеренно вкладывая в такую конструкцию определенный смысл. Посредством пунктуации автору дается сократить слово, в результате чего появляется по писанию, которое часто встречается в Библии. Таким образом, перед нами зашифрованный текст, вероятно, связанный в Библии мыслью или эпизодом. Стихотворение состоит из трех стров. Первое начинается со слов «виркнифераус» «недействуя наперед». Их адресата невозможно определить. Они обращены к некому «ты». И это мы понимаем только благодаря повелительному наклонению «ты» формы. Не действуй наперед. Если речь заходит о действии наперед, значит, особо подчеркивается, что в этом действии заложено некоторое предусмотрение. Наперед действует лишь тот, кто загодя что-то предусматривает. За ней следует строка «сенде ничт аус» «не посылай вовне». Ханс Георг Гадаммер пишет «не представляется, что мысль о посылании Иисусом апостолов является здесь неизбежна. Имеется в виду наставление Иисуса ученикам «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Эпизод из Библии вот так зашифрован в этом стихотворении. И если обе строки объединить общим смыслом, то, по сути, здесь влучит отмена этого поручения. И далее следует в высшей степени загадочное образование «стой внутрь». Причем слово «стой» занимает отдельную строчку и приобретает особую значимость. Поэт выделяет это слово, подчеркивает особый смысл. Добавление к нему уточнения «внутрь» создает призыв, противоположный тому, что звучит в Евангелии. Поэт призывает не действовать во внешнем мире, а обратить свой ум в мир внутренний. Первая астрофа заканчивается двоеточием, которое связывает начало стихотворения с его продолжением. Вторая астрофа открывается «ничто» в этой строке присутствует ничто, которое господствует, проникает во все сущее, ничто обосновывающее является основанием всему. Слово «дюрдрюнген» «проникнутый» усиливает присутствие ничто, создает контекст максимальной значимости, ничто в каждой человеческой сути, но и далее следует сочетание «ледих аленгебетс» «налегке без всякой молитвы». Здесь поэт признается, что молитва слишком тяжелый и обременительный груз. В этих двух строках усматривается противоположный смысл. Ничто везде, но человек, оставляя молитву, стремится высвободиться из этого всеобщего присутствия. Вторая строфа завершается словами «файнфюгих» «чутки» по предписанию непревзойденно. Прилагательные «файнфюгих» «чутки» семантически связаны с последующим существителем «предписание». Именно «предписание» и есть то, по отношению к чему получается, что данную строку можно понять так. Некто особенно «чутки» по отношению к предписанию, которое в свою очередь является непревзойденным. Теперь слово «предписание» обретает свой окончательный смысл. Это изначальное описание, предваряющее всякое другое описание. Далее следует третья строка, в которой Целан использует ошеломляющее средство. Прочитав слова «я приму тебя вместо любого», читатель может ожидать чего угодно, но только не того слова, которое продолжает эту строку «руя», «покой», «я приму тебя вместо любого покоя». Поэт признается, что хочет принять нечто, мимо чего не может пройти, потому что оно стоит внутрь. Это нечто в высшей степени неспокойное, является его желанным гостем. Возможно, таков смысл последних строк, но мы должны еще учиться читать герметические стихи, закрытые стихи, стихи, которые невозможно пересказать, подобные Целановским. Но диссонанс царит в этом стихотворении «стой внутрь», проникнутое слово «ничто», налегке без всякой молитвы, однако благодаря именно этой разноголосице диссонансу мысль звучит сильнее, а Целая может обрести согласованную мысль. Ну и в понимании Целого стихотворения может помочь научный комментарий Видман, вот именно редакторы у журнала Московского государственного университета мне посоветовали обратиться к комментариям Видмана, и в этих комментариях указывается, что Пауль Целан опять цитирует просто-напросто трактат Экхарта, философский трактат Экхарта о потрешенности. Конечно же, я туда тоже заглянула, и действительно все эти слова, которые мы считали придуманными самим Целаном, они есть в трактате Экхарта, они существуют в трактате Экхарта, но это диалог, у Целана свой смысл, у Целана продолжение своего текста. Заимствованные слова выстраиваются в новые идеи. Ну, нами была осуществлена попытка осмыслить стихотворение без опоры на предыдущий исследовательский опыт литературы. Как пишет белорусец, стихотворение живет своей, внутри него протекающей жизнью. Нужно в него войти и по законам этой его жизни с ним сосуществовать. Читая стихотворение Целаны, ты должен шагнуть внутрь него, тогда и оно сделает тебе шаг. Но ты должен этот первый шаг сделать сам, не опираясь на перила комментариев, иначе будешь стоять снаружи, а тебе будут рассказывать, откуда в нем что взялось. Но в самом стихотворении ты так и не побываешь. Чудесные слова, я полностью на сто процентов согласна, Целана нужно читать самостоятельно. И если вдруг непонятен смысл, честно говоря, я бы так подробно разобрала для себя, но тем не менее, как я сказала, вероятно такой смысл, вероятно, это не точно. Здесь лучше в ритм попасть, услышать ритм, и тогда появляется чувство. Когда мы с Машей готовились, я ей рассказала, что до сих пор стихотворение Целана оцепенение приводит меня в оцепенение. Я их чувствую, я не их понимаю, но чувствую. И поэзия Целана совсем непростая для понимания. Его стихи напоминают зашифрованные записи высокообразованного человека, по-своему перерабатывающего символы Библии, мировой мифологии, современных философских течений. Белорусец пишет, даже при наличии комментариев стихотворения такого поэта, как Целан, вряд ли можно понять до конца. Однако в своей статье белорусец пишет, что статья называется «Все поэты изгои, как читать Пауля Целана». Хорошая статья. Он повторяет читателю совет самого Целана относительно собственных стихов. Целан писал «Читайте, перечитывайте постоянно, понимание придет само собой». Если последовать совету Пауля Целана, то осмысление непременно случится, а за ним придет и восхищение пластикой его поэтического языка, словотворчеством, глубиной мысли и печальным цветом его лирики. Ну и как мы увидели в результате анализа отдельных стихотворений Паула Целана, его поэтическая мысль пронизана все-таки темами, образами Библии, богатой религиозной символикой. Язык его стихов близок к библейской речи, его можно назвать псалмическим. У целановского бога большое разнообразие имен – Господь, никто, ничто, он. Поэт часто провокативен в своих стихах, из-за чего многие исследователи его творчества считают, что все это притягивается к полюсу демонизма. Но на наш взгляд поэт в своем творчестве и при помощи его пытается узнать, познать Бога. Ведь веровать в Бога хорошо, а знать Бога блаженно. И Седакова пишет, «Целан же, я думаю, его сложность и его темнота по существу позитивны. Это мир, в котором нет демонов. Не предполагается никакой злой силы вроде сатаны. Трудность и неоднозначность у другой природы неясный, непроясненный, непроницаемый образ творца». Ну, может быть, Целан для себя и для нас не прояснил образ творца, но то, что он о нем все время мыслил, это неоспоримый факт. И вот это я вам попыталась сегодня доказать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ